друзья всем большой привет ты на канале светлана франция спасибо что зашли и подписались и сегодня с утра мы жарим стебельки одуванчиков с беконом и с яйцами просто хорошо промыли с уксусом саша в прошлом блоге насобирал и специи и потом можно добавлять яйца получается как салат рукава немножко такой же вкус всем приятного аппетита яйца совсем малюсенькие поэтому можно едва вот такой у нас завтрак низкоуглеводный получается простили показываю сегодня у нас кофе на эспрессо 1 м с малиной по моему там саша у меня проснулся поет и машинка немножко шумноватая но посмотрите какой мусс великолепный можно даже не взбивать мусс великолепный мусс великолепный мусс великолепный приехали на обед сейчас она паркуется и пойдем в индийский ресторан в нашем городке который заслужил даже несколько премий в индийском и непальском непальском всем ресторане будем есть индийскую пробовать кухню непальскую здесь у нас что кавиар да биржин это по-русски икра баклажан с аню это баран с барашком всем нам приятного аппетита мы с вами уже здесь были такой яркий декор да можно вместе всем собраться такие соусы перец здесь что-то с мятость йогуртом и как варенье сейчас вам переведу чтобы никто не обижался просто татьяна также как и я ведет инстаграм на французском языке с переводом на русский поэтому мы поснимаем поснимали и повеселились немножко с камерой на французском и на русском она рассказывает что джинсы она купила в вид на винтед там много продают новых вещей с этикеткой за 10 евро это манга также она купила рубашку это сезан она очень любит эту марку футболка из переработанных водорослей из нормандии и вот показывает свой наряд очки также приобрела шанель на винта вторичное потребление очень популярно во франции не только у французов ну и у тех кто живет на территории франции то есть у нас ну а потом мы повеселились поснимали гуси нам немножко мешали делали такую такой фон в общем классно провели время спасибо огромное татьяне за то что выбрались надеюсь что погода будет стоять хорошая хотя обещают на следующей неделе дожди мы можем еще погулять поснимать в общем всегда хорошо иметь подругу меня часто спрашивали у тебя нет подруг мне кажется никогда не поздно найти того человека с которым тебе будет интересно с которым у тебя будут общие интересы и то есть завести подругу можно в любое в любом возрасте согласны вы со мной или нет напишите пожалуйста ну а мы пока рассказываем какие у нас наряды у меня юбка от уникло сумочка от итальянского бренда я вам показывала и в общем я вам уже это показывала наряд в моем последнем прямом эфире кому интересно заглядывайте мне всегда приятно с вами общаться в прямых эфирах задавайте также вопросы ольга Дверь, ты не дышишь? Ты не дышишь? Ну, санкет 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 Буси гуси Мои, это.. Брюнелла к ченнелли Лунет шаннелли Нет, мне это Клоэ Я не дышу там наверху очень красиво поднимаешься к церкви там очень красиво у нас сегодня последний теплый денек я делаю фотографии для instagram муж сегодня работает саду и мне прислали посылку от беремке здесь гидрогелевые патчи я уже ими пользовалась покупала сама в магазине нормально также сыворотку для роста ресниц и бровей вот такой тоник с витамином c для проблемной кожи иногда у меня такое бывает и это с кислотой вот тоже с кислотами сейчас нужно уже осторожно когда солнце но у нас обещают похолодание а вот эти гидрогелевые патчи на самом деле классные я их очень люблю так что буду делать фотографии и продолжат снимать клуб для вас сад обязательно покажу вы просили меня показать сад и муж вот на коленках уже начинает высаживать цветы кастюфе ты дизерба дизерба это убирать траву у нас магнолия спрашивали что это магнолия расцвела красиво так как стоит солнечный день то конечно же что конечно же обязательно стирка потому что всегда приятно сушить белье на улице ну а сейчас давайте я вам при вас приглашу в сад и мы с вами посмотрим что уже у нас в саду пока стоит вот такая великолепная погода пройдемся с вами по саду потому что потом уже будет конечно же если пойдет дождь не до съемки здесь у нас посадки посадками занимается в основном мой муж и саша высадил здесь зеленый горошек и у него уже вот такие росточки что я ля иди сюда это наша кошка фрамбуаз я на не часто спрашивают у вас есть животные были две кошки 1 к сожалению скончалась и вот две двойняшки близняшки одна осталась ее зовут фрамбуаз малина вторую звали фрез клубника ты хочешь есть но подожди я поснимает за мной ходить и выпрашивать еду потому что она меня увидела я всегда ее кормлю подожди немножко и так вот наш сад самое начало конечно всего здесь нам нужно поставить забор перегородите то есть ограждение мы уже купили все никак не дойдут руки с соседкой и мы в прошлом году срубили нашу ель большую потому что она дала сильные корни и боялись что она выросла очень сильно что она может свалиться от ветра на террасу к нам смотрите какое солнышко поэтому здесь мои мальчишки хотят сделать типа такого небольшого бассейна декоративного в общем посмотрим что у них получится конечно все думаю еще ничего не высаживали потому что было холодно здесь у нас несколько таких деревьев вишня абрикосы которые растут очень очень медленно потому что у нас не чернозем плохая очень земля земля хорошая у мишель потому что раньше там был огород дедушка высаживала вот здесь у нас дерево магнолия великолепная и она цветет несколько раз в год то есть в сезон бывает до двух даже до трех иногда но пока вот муж сегодня кое-что по обрезал он очень любит заниматься садом он и одет просто обожают и саша тоже любит могут проводить в саду целыми днями высаживать цветы и вот он здесь уже dzb это то есть убрал траву все это когда цветет красиво сейчас пока еще так себе уже сколько весенних цветов раз просите показываю об летают шмели в общем оживает природа потихоньку нужны теплые деньки и тогда хотя сегодня уже 20 чем-то градусов магнолия начала опадать быстро она цветает конечно есть разные сорта вот у нас такая там у нас клубника земляника я чистые девчонки не очень разбираюсь во всех этих делах могу ошибаться я знаю что меня смотрят много любителей садоводов и вы знаете конечно лучше меня барбекю мы еще не открыли и там трамполин то есть чтобы саша прыгал мы его скорее всего продадим домик продали уже в прошлом году потому что он уже большой и этим не занимается скоро у него день рождения возможно придут друзья посмотрим все оставим до дня рождения 23 февраля ему будет 10 лет а потом уже посмотрим в общем с этой стороны пока вот такой сад огород да пойду тебя сейчас кормить начинают уже цвести деревья потихонечку совсем набирают почки цветочки хорошо что вот все таки быстро во франции сменяется сезон не так долго стоит зима как у нас это большой плюс но с этой стороны мы пока еще ничего не убирали вот поставили стол я здесь сушу белье ну это будет уже чуть-чуть попозже потому что еще объявляют похолодание у мишель тоже она хочет переделывать полностью террасу поэтому не буду вам показывать весь этот бардачок как только нарядим украсим тогда и покажу сейчас покажу вам бассейн с рыбками вот это растение она так вкусно пахнет просто великолепный запах такой приятный наверное вы знаете как она называется у нас уже расцвели практически отцветают тюльпаны и там наши рыбки не знаю сколько их осталось после зимы наверно три-четыре остальные к сожалению замерзли не выжили ну что поделать вот эти тюльпаны красивые волнистые в общем начинаем потихоньку обживать сад огород буду на этом с вами прощаться увидимся в следующем видео всем пока пока ты будешь у меня просить выпрашивать я здесь села посидеть немножко на солнышке а ты будешь ходить кругами просить есть хвостом билять нужно тебя расчесывать прочесать красивая шерсть у тебя была напишите есть у вас животные или нет вот помыться собралась уже хочется на террасу с бокальчиком до девчонки ну к сожалению еще пока холодновато то есть будет холода ну все теперь уже точно пока завтра мы должна приехать отдать сегодня вечером с мишель будем их встречать а завтра мы с друзьями вечером идем в ресторан тоже для вас поснимаю все пока